Всем привет! Это новости Турции. Тем, кто впервые открыл подобное видео на YouTube, я объясняю, что я перевожу на русский язык экономические, политические, социальные новости Турции, то, чем здесь живут люди, что на самом деле думают, как реагируют на различные ситуации и вообще, что у нас здесь происходит. Если вам это интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео в соцсетях, мне будет это очень приятно, это даст огромный рост каналу. Так что давайте приступим. Сегодня по большей степени новости у нас туристические и экономические, и в сложившихся мировых реалиях, хочу сказать, ну и слава богу, что хотя бы вот так. Из хороших новостей. Экономика Турции за третий квартал этого года, за последние три месяца, выросла практически на 4%, на 3,9%. Естественно, из-за пришедшего иностранного капитала открылось очень много иностранных компаний, в основном российских, но также вливания у нас идут и из восточных стран. Улучшившиеся отношения в этом году и в летом, в частности, с Эмиратами, возобновление многого бизнеса, сырьевого и продажи, улучшение еще экономики, естественно, из-за вот этого посредничества импорта в Россию. Очень сильно открылся рынок и очень много товаров сейчас уходит, так как есть спрос огромный, каких товаров не хватает в России. В общем, экономика на таком подъеме 4% за три месяца за квартал, это очень большие цифры, но, несмотря на это, очень такая, наверное, базовая самая новость, которая вам, как иностранцам, будет интересна. Это касается всех нас, кто здесь живет или тем, кто планирует в ближайшее время сюда переезжать. На Change.org появилась петиция граждан самих турок о запросьбе государству, запрете продажи и аренда жилья любым новоприбывшим иностранцам на туристической территории земли Алания, где Алания, Анталия, Кемер, Каш, вся вот эта сторона, это все вот это Анталийское побережье. Марморис туда не входит. Столько просьб уже даже дошли до Change.org, то есть отчаянные люди. Что вообще происходит? Почему? Потому что в самой петиции описано, да, в тексте, что на 400% за прошедший год поднялась стоимость аренды и продажи жилья, ну, аренды. В связи с этим, зарплатами инфляции, которые в стране происходят, обычные граждане, простые жители, которые всю жизнь там живут, да, не приехавшие, они не могут вообще себе позволить аренду жилья. Аренда жилья в Анталии сейчас стартует с 13 тысяч лир даже за самую какую-то маленькую, старенькую квартиру. Я, конечно, уверена, что если поискать, могут быть чуть-чуть ниже цены, но это такое среднее там берется, да, значение. Чтобы вы понимали, это 700 долларов, это 43 тысячи рублей сейчас по курсу валют. Местные жители просто не могут себе позволить снять даже какую-то такую квартиру. Я вам больше скажу, вопрос вообще переезда, смены жилья сейчас очень актуальный в Стамбуле у местных жителей. Все сидят, не рыпаются, не дергаются, потому что переезжать, во-первых, это очень стало дорого. То есть тебе надо за раз вывалить кучу денег за депозит, за саму аренду, на парочку месяцев вперед. То есть как-никак иностранцам за полгода вперед не спрашивают, конечно, местным. Но первый месяц оплаты, второй и депозит еще, ну тут же три месяца есть, да. Плюс сам переезд, нанять машину у грузчиков, это, конечно, не супер как бы дороже стало. Ну в два раза дороже из-за инфляции, чем было раньше, бензин дорогой и так далее, человеческая сила. Короче говоря, и найти жилье само стало тоже очень трудным, неподъемная проблема. Выбор такого, как раньше, он, конечно, есть, но просто за такие деньги, как сейчас это стоит, жилье раньше можно было просто люкс снять, а сейчас это что-то такое так себе. То есть уровень понизился. В общем, это огромный головняк у всех здесь в стране, в каком месте бы ты ни жил. В городах поменьше, более провинциальных, просто где меньше жителей, где-то поглубже в стране. Там, конечно, с этим попроще, но и то там тоже есть рост цен, ярко выраженный. И уже очень активно заселяют иностранцы. Уже Анталия все уже битком набитое, Стамбул в том числе, уже пригород. Я уже в соцсетях читаю о том, что Силеври уже активно у нас, а это и на минуточку там 50-70 км от Стамбула. Но это считается по географии еще Стамбул, по документам, да. Но если мы на машине идем, это уже пригород конкретный, это очень даже от Стамбула вообще далековато. То есть только на машине удобно, ну на транспорте это уже далеко. Короче говоря, все вокруг уже обживается. И вот эта петиция, она набирала очень быстро количество подписей местных жителей, ну просто невыносимо. То есть просили вообще закрыть продажу, аренду недвижимости для иностранцев, просто тупо, блин, остановить этот процесс. Почему этого не произойдет? Потому что страна, почему начала новость, 4% англический рост экономики. Это деньги. На этом сейчас все держится. Если сейчас экономика не будет показывать рост или вообще не удастся поддерживать что-то, что сейчас есть баланс в стране экономический, политический режим под ударом, будут протесты, людям очень тяжело, плохо живется, все очень дорогое, зарплаты не индексируются, пенсии, все прочее. Короче говоря, они очень заинтересованы в том, чтобы приходили деньги, чтобы снимали жилье, чтобы покупали квартиры. Вообще есть такой слух, я не нашла подтверждение в интернете документальное, да, чтобы это было что-то официальное. Но поговаривают на уровне слухов, если кто-то что знает, напишите в комментариях, может, у кого-то больше информации. Но на официальном уровне заявлений не было еще. На уровне только слухов о том, что с 2023 года, когда он начнется, первичный туристический вид на жительство будет уже практически невозможно получить первый раз. То есть продлевать тем, кто сейчас его получает, будут, естественно. Но новых людей, у вас вот, например, 60 дней нахождения в стране, решайте, побыли туристом, поезжайте. То есть ВНЖ даже планируют, вроде как разговоры идут или сократят, будет объемы меньше, то есть условно будут сокращать выдачу ВНЖ. Так уже отказов много, но сейчас так непонятно из-за чего, то есть официальных никаких разговоров над тем не было. Но с 2023 поговаривают о том, что уже будут принимать конкретные меры. Вот этот поток уменьшает. Ну нереально страна, нереально нерезиновая. Потому что, возможно, конечно, протесты, недовольство местных жителей, а это самое крайнее, чего очень сильно боятся, не хотят. И это такая тема, сейчас выборы через полгода, никаких протестов вообще не должно быть. Иначе, ну, словно на выборах ведущей партии можно крест ставить, правильно? Чтобы никакие возмущения никуда не вылазили. Так что, если вы иностранец, который планировал приехать в Турцию, пожить или там на какой-то период времени, или вообще переезжать, переезжайте. Ну, чем быстрее сделайте, тем лучше, и вам это будет проще. Сейчас-то, в принципе, трудно даже делать по финансам, это очень большие деньги, затраты сейчас. Кто говорит о том, что вот для иностранцев подняли цены на недвижимость, а сами вы хорошо снимаете, нифига подобного. Турки также дофига теперь за квартиру платят, турки также теперь очень много платят за жилье. Одна только преференция, то, что, например, я там с турецким паспортом как местная, говоря на турецком языке, не буду платить за полгода и за год вперед за квартиру. Мне не попросят эту сумму, я заплачу, как и раньше, за 2-3 месяца. Но цена будет такая же, как и для вас, мне никто никакую скидку вообще не сделает. Поэтому это не то, что пытаются обмануть несчастных там иностранцев. Естественно, местные жители, реакция недовольная огромным потоком людей. Вы можете сказать, ну, вам деньги везут, я такое часто в интернете читаю. Довольны, радуются, экономику поддержат, вам деньги, скажите спасибо. Спасибо. Поверьте, турки очень работящие, здесь 60% экономики держатся на частном бизнесе, на среднем классе, который здесь работает. И они бы были рады, чтобы у них была экономическая возможность социально самим больше работать, чем обслуживать туристов, которые приезжают. Поэтому участились, да, моменты, что обманывают, обсчитывают. Таксисты вообще, конечно, в хлама наглели просто у нас здесь, с этим не поспоришь. То есть, если видят иностранцы и туристов, да, цена в два раза уже на все, стараются как-то где-то обмануть, обсчитать и так далее. Будьте, пожалуйста, внимательны, осторожны. Я вам просто говорю, это не цель или менталитет людей, что они планируют и всегда так делают, там, нечестные какие-то. Это, вот это сиюминутное сейчас негодование, злость. Ну, туристы — это то, на что можно выместить это, я вам проще скажу, да. Но от самой вообще экономической и социальной ситуации в стране сейчас. Сейчас пройдет время, это время тоже закончится, условия, и будет это все по-другому, короче говоря. Это не постоянно турки такие, это сейчас так тяжело всем. И так они вымещают, ну, люди, которые общаются с потоком людей, иностранцев, туристов и так далее. Ну, будем говорить, это не самые лучшие представители общества, тоже имейте это в виду. И так далеко не все, короче, делают, естественно. Если мы берем официальную статистику по подъему стоимости жилья, то в Стамбуле за год увеличилась стоимость на аренду жилья — это 140%, в Анталии — 250%. И во всех этих курортных зонах, там, 150-160%, да, стал дороже жилье. Не 400, как в петиции описано. Не забываем о том, что, да, летом подняли порог для приобретения жилья. То есть, если ты платишь 400 тысяч долларов, оставляешь в казне за приобретение жилья, через полгода ты можешь получить уже гражданство, да, то есть вот этот по недвижимости туристический паспорт, как его называют. Ну, это официально не туристическое гражданство, официальное гражданство в стране, турецкий паспорт. Пожалуйста, если ты купил квартиру и потратил на 400 тысяч долларов. Ну, там еще надо смотреть, это называется паспорт по ТАПУ, по договору, в общем, купли-продажи, приобретения, владения собственностью. Также в Турции с 1 января официально у нас вырастут дорожные штрафы на 50%. Кто пользуется машинами или берет в аренду, имейте в виду, или кто летом поедет, на 50% вырастет стоимость штрафов. Штрафы здесь обычно всегда фиксируются на камере. Самые популярные штрафы – превышение скорости. Полицейские на дорогах мало стоят, постов, патрулей, такого здесь нет. На въездах обычно в населенные пункты, в города, да, есть, проверяют. Но так, чтобы по городу, если мы берем конкретно Стамбул, здесь это очень редко, потому что очень огромный город, большие пространства, очень большой поток машин, проще сидеть, скажем так, вычекивать, вылавливать по камерам. Turkish Airlines не подтвердили, не будет риска Ленинграда в Анталью этой зимой прямых рейсов. Был разговор, очень планировали этот тур, скажем так, поток открывать. Нет, не дали зайти туда туркишам на эти рейсы, на это направление. Поэтому все, кто с Калининграда и с той части, могут перелетать только с пересадкой. Сейчас самый главный пункт для полета в Стамбул, очень удачный, самый дешевый рейс – это Сочи, аэропорт Адлера. Пересадка – это из Сибири, с Востока, кто летят, либо в Москве пересаживаются, либо в Адлере. Но в Адлере дешевле, чем через Москву полет. Еще хочу отметить, что Новосибирская С-7, они открыли полеты прямые один раз в неделю по вторникам. Новосибирск, Стамбул, наконец-то они появились. Этот поток обратно возобновился. Раньше тоже этим направлением летали туркиши, сейчас даже. Также было заявление немножко о политике экономики, о том, что инфляция достигла своего пика. И якобы, это не точно, естественно. Но это министр экономики заявлял на днях о том, что инфляцию взяли под контроль, и ее роста уже больше не будет, мы сейчас сможем ее удерживать. Может, из-за вот этих 4%, я не сильный экономист, то, что экономика поднялась, были вливания в бюджет, очень большие вливания экономические со сторон Эмират, налаживание и возвращение этой дружбы, если так можно назвать, да. И, в общем, появились средства удерживать ее, посмотрим. Но про подорожание я буду контролировать цены, я вам буду в будущем давать вот эти отчеты, смотреть, что как происходит в этой области. Будем держать под контролем. И неделю назад официально с трибуны Эрдоган заявил, после встречи на саммите G20, триумфально вывоза вот этого зерна, налаживания, назовем так, одностороннего, когда Россия попыталась прижать историю, а потом они тут же сказали, мы будем вывозить. Официально президент заявил о том, что мы все, сто процентов, вышли на уровень мировой политики. Мы в числе ведущих стран, типа как Америка, Китай, Евросоюз, весь вместе, да, которые геополитикой занимаются, решают экономические вопросы, политические. В общем, наше влияние максимально разрослось. Это заявление было не то чтобы ранним каким-то, все вообще на самом деле удивились в стране люди, когда это слышали в телевизоре, как бы этого очень многие хотят, да. Это вот это вывеличит, это во всех народах на самом деле, конечно же, есть. Но по факту это довольно-таки преувеличено очень сильно. Это то имиджевое, на что работал кабинет политики сейчас партии в последний год, как началась инфляция с прошлого ноября месяца. Типа такое подведение неких итогов, смотрите, какие мы классные, ладно, инфляция, вот это вот можем и вот это, мы вот такие классные, крутые. Ну, конечно же, тут же вылезла оппозиция, партия оппозиционная, которая, да, на выборы выдвигается. Естественно, началась критика, это очень сильно высмеивали, это заявление, да. И, конечно же, начались тут же статистические данные, политические новости, все начали припоминать, что на самом деле это слишком преувеличенное заявление, и как бы с реальностью оно не очень вяжется. И эту тему очень быстро на следующий день замяли. Больше нигде это особо по телевизору не обсуждали, не поднимали, на какие-то там теледебаты суперские это не вышло. Тут же накидали новостей геополитических вообще в мире, ой, смотрите, а там война, а там то, а там все. И, короче говоря, эту тему, это заявление было очень ранним, и его быстренько раскритиковали, разнесли, и его сразу же замяли, чтобы это не смаковали. Что касаемо войны в Сирии, атаки происходят, им тоже стали мало уделять внимания, эта тема очень сильно подзаглохла, видимо, потому что, как я и раньше говорила, было только 50%, которые за партию ведущей, они все вообще поддерживают, что правительство запускает, а 50% общества были, конечно же, против, и очень сильно критиковали, я вам в прошлом раз говорила, просили доказательств, сведения фактов, расследования вот этого всего. И так как эта шумиха вообще очень набрала обороты, да, и об этом очень много говорили, это не тема одного-двух дней, они делю это все смаковали в Твиттере и везде, соответственно, оп, и государство-правительство, да, не стало эту тему развивать, потихонечку начали заминать. Это все, что есть информация, но она такая, знаете, дозированная, не акцентируется на этом внимание вообще. И мне кажется, если будет еще больше возбухания общественности оппозиционной, то эту тему в Сирии, вот это на этом проехаться не получится, и со временем это вообще заглохнет, потому что уже проправительственные телеканалы, даже газеты закидывают типа слухи, типа инсайды о том, что, ой, знаете, мы скоро вообще увидим Асада и Эрдогана пожимающими друг другу руки, они договорятся, все будет нормально. В первое время там тему пытались поднять, что-то как вы с Россией договаривались, вы же там в противниках, скажем так, да, они на другой стороне в Сирии, а вы вот против террористов и так далее, тут же правая рука президента выступила о том, что мы договорились в своих кулуарах, мы не переходим нищие интересы друг к дружке, мы все друзья, все окей-окей. Ну, короче говоря, эта тема быстренько. Я хочу одно отметить, наблюдение, что здесь очень хорошая идет реакция, идет зондирование почвы общественного мнения, и очень быстрая, практически сиюминутную на следующий день реакция на какие-либо настроения, потому что здесь живая оппозиция существует. Очень сильно боятся каких-либо возбуханий, протестов и возмущений людей по любому поводу. Вот такие новости Турции на данный момент. Если вы что-то знаете больше, пишите в комментариях, задавайте ваши вопросы. Если у вас есть какие-то темы для видео, пожалуйста, сниму обязательно, если эта тема будет популярна, если этот вопрос в комментарии наберет лайков, поддержки, и я увижу, что эта тема многим людям интересна, то, конечно, поговорим об этом. Так что спасибо за внимание, всем пока!